Приветствую вас, ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладная Я, ссылка на сайт. Вот, а мы сегодня с вами поговорим о том, может ли мужчина измениться. Знаете, есть у женщин мечта, вот все говорят о нем, что хотят, они к нему несправедливы, они его не знают, я понимаю, только я знаю, какой он настоящий, насколько он хорош, вот он сейчас в меня влюбится и изменится. Давайте поговорим об этой женской мечте, куда она ведет, ну и как из этого выйти. Если вдруг мы с вами не знакомы, меня зовут Алла Касаткина, я психолог, почти 20 лет работаю с женщинами, помогаю им найти свое счастье, найти отношения, любовь на тех условиях, которые их устраивают, и быть счастливыми. Подарок от меня есть в описании этого видео. Если кнопка под видео красная, подпишитесь на наш канал, потому что почти половина зрителей смотрят без подписки. А мне очень важно знать, что вы смотрите меня с подпиской, и тема для вас актуальна. Итак, может ли мужчина измениться? Знаете, это вот такой вот миф, что если мужчине дать такое волшебное чувство, всепоглощающую любовь, всепринимающую, такую, ну вот, стать для него, ну вот прям, я не знаю кем, ну вот такой вот вместить его всего в себя, сделать для него все самое хорошее, создать ему условия для изменений, вдохновлять его там, я не знаю, чего делать. В общем, короче говоря, женщины думают, что они в состоянии вот этого мужика, который засел на диване, залег в депрессии, который сопли жует, не знает, где зарабатывать или не хочет зарабатывать чаще всего деньги, что они могут изменить. Жмота сделать щедрым, грубияна сделать вежливым, нарцисса, абьюзера сделать любящим и заботливым, еще там кого-то превратить, ну то есть вот волшебницы просто своей любовью может любое дерьмо превратить в конфетку. Мои хорошие, давайте я вам сразу скажу абсолютно честно. Мужчина вот в таких тепличных условиях не меняется. Все дерьмо, которое в нем есть, оно из него прет буйным цветом и увеличивается как дрожжи в тесте в разы. И выгребать все это придется вам, тем, кто создал тепличные условия. Я надеюсь, что те, кто смотрит меня и уже побывали в этих ситуациях и пробовали применять вот это «я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». И вот когда вы лепили из дерьма конфетку, и чем это для вас закончилось, каким ведром дерьма это закончилось, можете поделиться в комментариях. А я вам скажу, когда же все-таки мужчина меняется. Мужчина меняется только при одном обстоятельстве. Когда его судьба свернула в такой бараний рог, так закрутила, в такую неудобную позу сломанной березы поставила, колено-локтевую, если кто не понял, что дальше уже нельзя. Вот нельзя дальше наглеть, беспредельничать, сосать лапу, пить пиво или еще чего-нибудь. Вот нельзя больше находиться в таких условиях. Все, шара кончилась, электричество выключили, надо работать. Диван отобрали, соску вытащили. Все, надо работать. Только тогда, раньше я еще девчонкам говорила под угрозой выживания, мужчина меняется. Это единственное условие, когда мужчина меняется. Во всех остальных случаях мужчина пытается прогнуть обстоятельства людей, которые рядом с ним, под себя. Даже если у него не получилось прогнуть в одном месте, он найдет какую-нибудь дурочку, которой он будет вешать лапшу, которая будет слушать, верить в то, что он когда-нибудь изменится, и создавать ему, зайчику, тепличные условия. Поэтому, мои дорогие, если мужчина вам расскажет, ты меня правильно люби, делай так, как я хочу, так, как мне приятно, и я для тебя, может быть, потом когда-нибудь чего-нибудь стану, дайте ему чуть-чуть пониже спины, придайте ускорение, и пусть летит, пока не изменится. Вот изменится, пусть придет, и тогда вы на него посмотрите, оно вам надо или не надо. Но никогда, пожалуйста, никогда, даже мысли не допускайте, что вы какая-то охрененная женщина, которая может из дерьма лепить конфетки. Не получится. Так природа и задумана. Почему? Да потому что мужики – это вот дубы, которые стоят в роще, и от их крепости, от их непокобелимости зависит то, будет жизнь продолжаться или нет. Не вот это вот соплижойство, а вот стойкость их. И именно поэтому оно какое выросло, такое и растет. И поменяться оно может только тогда, когда либо его об колено сломают. Вот тогда уже меняться, потому что иначе я не выживу. Только в этих случаях. Во всех других, мои хорошие, оно все равно, даже если оно вам создало какую-то иллюзию или картинку, и показывает, что вроде как я там чуть-чуть вежливее стал, или материться стал через раз, или на пять копеек больше тебе стал денег давать. Нет. Заберет очень быстро все, что он дал, и отыграет с лихвой все, в чем ему пришлось поступиться. Меняется мужчина только в том случае, когда у него вариантов больше никаких нет. Мудрости вам, счастья и правильного выбора мужчин. Хотите со мной поспорить, отправляйтесь в комментарии, подписывайтесь на канал, жмите лайки. YouTube любит, я тоже. А мы с вами встретимся в следующих видео. Пока-пока, ласточки! Субтитры сделал DimaTorzok